Уважаемые телезрители, сегодня тема нашей передачи «Глободневно. Состояние экономики страны и Республики Татарстан в текущий момент. Прогнозы, перспективы на будущее». И сегодня мы пригласили в нашу студию видного специалиста, профессор, доктор экономических наук, проректор по вопросам стратегического и экономического развития Казанского федерального университета Марат Рашидович Софиулин. С большим удовольствием его представляю и сразу же задам вопрос. Марат Рашидович, скажите, пожалуйста, вот в начале, когда началась 24 февраля специальная военная операция на Украине, большинство экспертов почти единогласно говорили о том, что экономика страны не выдержит, она упадет, она рухнет от этих санкций, от ухода иностранных инвесторов, поставщиков, от закрытия многих производств. Были мрачные прогнозы не только в отношении экономики России, но и в отношении экономики Татарстана. И экономика Татарстана выстояла. В чем секрет, какие факторы помешали вбыться этим мрачным прогнозам? Большое спасибо за приглашение и за такое высокое представление. Поэтому уж будем пытаться как-то оправдать ваше доверие. Действительно, то есть мы с вами тоже встречались и обсуждали. Очень непростую ситуацию в начале года вошла мировая экономика, и прогнозы были они достаточно сложные. И вот, несмотря на все эти ожидания, сейчас и российская экономика, и татарстанская, они демонстрируют ситуацию несколько более оптимистично. Но я хотел бы сказать, что здесь есть несколько факторов. Первый, наверное, и самый главный, это все-таки мировые опасения идеального шторма. То есть, зная, что сейчас весь мир находится в такой флуктуации, большинство развитых стран, которые зависят серьезно от энергоресурсов и от продовольствия, они начинают усиленно делать запасы для того, чтобы сделать и иметь некоторый буферный резерв. Вот на случай там того, что один из крупных участников или Россия лишится возможности поставлять свои ключевые экспортные товары на внешние рынки. То есть, это, наверное, самый главный фактор. Второй фактор, наверное, он связан с технологическим укладом. Потому что, как правило, если посмотреть, пытаются делать основной удар на высокотехнологичные отрасли. А вот хочу сказать, что некоторые, скажем, технологические отставания, которые имело место, которые мы всегда пытались и пытаемся преодолеть, в этот раз оно сыграло и свой положительный эффект и дает нам некоторые временные каникулы для того, чтобы пересмотреть, перегруппировать и перепозиционировать ситуацию. Следующий интересный момент состоит в том, что все-таки трудно обеспечить полную изоляцию, то есть существует ряд стран, экономики которых это не только, скажем, страны бывшего Советского Союза или наши ближайшие соседи, но и ряд крупных экономик, таких как Китай, Индия, Пакистан, это Ближний Восток, они серьезно достаточно интегрированы, Турция, и поэтому произошло некоторое замещение. То есть, да, действительно, одни рынки для нас закрылись, одни производители, они, ну, скажем, вынуждены были уйти, но их место достаточно быстро, то есть их, что вот для меня, например, было удивительным, что они не остались пустыми, то есть практически все привлекательные инвестиционные ниши, будь то масс-маркет, продовольственные товары, все, что связано с фэйшн, с модой, с одеждой, они достаточно нашли новых хозяев и нашли новые решения. Более того, хочу сказать, хорошо сработало правительство, то есть вот серый импорт, то есть и достаточно быстро позволил, скажем, решить вопросы, связанные с непродовольственными товарами длительного назначения, это бытовая электроника, быстро найти, ну, скажем, замену и новые каналы логистики, и новые каналы товародвижения. И еще есть один интересный фактор, о котором никто не говорит, но он тоже сыграл большую долю и большую роль в этом процессе, это все-таки наличие теневой экономики. Понимаете, то есть вот все-таки та ситуация, о которой мы говорим, она показывает, что нельзя верить вот в той статистике и тем цифрам, что потенциал Российской Федерации и Республики Татарстан, соответственно, он существенно выше, чем вот тот паритет покупательской способности и, скажем, вот те показатели, которые есть. То есть это связано было с тем, что, ну, и статистика, она перешла немножко на другую архитектуру. Для того, чтобы снизить нагрузку на предприятия, малый и средний бизнес, они сейчас упрощенно отчитываются, некоторые даже не отчитываются, и поэтому используются методы социологического досчета, социологического, ну, скажем, аппроксимирования. И получается все, что все-таки их вклад и роль в социально-экономических процессах недооценена, она достаточно серьезная и она позволяет очень быстро адаптироваться вот к внешним изменениям. Вот на наш взгляд. Но хочу сказать и все-таки и о одном факторе, который тоже надо учитывать, когда мы говорим о том, все-таки об инфляции. Инфляция, она высокая даже официальная, а неофициальная она, ну, по нашим оценкам, еще более высокая. Поэтому вот все те стоимостные показатели, производственного роста, экономического роста и, скажем, насыщенности товарного рынка надо все-таки корректировать на инфляцию. И здесь хочу сказать, что можно с некоторой такой осторожностью сказать, что все-таки те опасения, о которых мы говорили, они имеют место быть. Марат Рашидович, вот поговорим о нашей республике, тем более, что вы несколько лет плодотворно работали министром экономики Татарстана и хорошо представляете структуру и то, как работает вообще экономика республики. В начале марта и потом уже, и даже и после, были предсказания, что республика Татарстан допустит большое снижение объемов производства, что будут действительно очень серьезные проблемы и денежные, и бюджетного характера. Особенно выделилась, наверное, среди всех экономистов-экспертов Наталья Зубаревич, это известный эконом-географ из МГУ, профессор. Из высшей школы экономики, да. Из высшей школы экономики, ну, ее знают достаточно хорошо, потому что она известная публичная и медийная личность, и тем более, что с Татарстаном ее связывало то, что она участвовала в разработке стратегии 2030 и Татарстана. И вот Наталья Зубаревич, она дала такой неутешительный прогноз, она сказала, что больше из всех регионов, это было дело в марте, в апреле, она несколько раз высказывалась на эту тему, что больше всех в апреле-марте, она говорила о том, что Татарстан ожидает большое снижение добычи нефти, сокращение добычи нефти, очень большие проблемы вообще с промышленностью, потому что Татарстан был тесно интегрирован в международное разделение труда, был активно, работал на внешних рынках, и она вот эти печальные прогнозы давала, но жизнь показала другое, то есть по итогам полугодия индекс промышленного производства в республике Татарстан вырос на 8%, при том, что по всей России индекс промышленного производства вырос всего на 2%, то есть Татарстан оказался намного лучше, Татарстан оказался намного сильнее и мощнее, и здесь возникает сразу вопрос, в чем она ошиблась, в чем секрет, что наша республика показала столь выдающиеся результаты. Да, то есть вот хочу сказать, все-таки я бы не сказал и не хотел бы опровергать, она действительно очень интересный, сильный регионалист, и та проблема, о которой она говорит, она просто не свершилась, она отложилась. В том случае, если я еще раз хочу сказать, усилится внешнеэкономическое давление, естественно, что наши экспортные предприятия, они будут испытывать сложности. Но в чем какой плюс возник? Дело в том, что действительно наши крупные предприятия, они работали в тех сегментах, где представлены и ведущие зарубежные компании. Вот наша промышленность, почему она вздохнула? Потому что вот из-за санкций ряд товаропроизводителей, которые очень сильно теснили иногда недобросовестно наших производителей, они ушли, и появились новые рыночные ниши и новый потенциал для экономического развития, которые сейчас вот не только наши товаропроизводители, а вообще стараются очень быстро занять это наши предприниматели и наши производители. То есть мы видим постоянное упоминание о том, что та или иная зарубежная сеть или тот или иной зарубежный инвестор, который вложил деньги в производство, он ушел из России, но его мощности покупает мало кому даже известные российские новые диоды предприниматели. Я хотел бы сказать, я специально анализировал, то есть ведь если бы было, скажем, все так печально, их бы скидывали за бесценок. На самом деле они продаются достаточно по хорошей цене, что говорит о том, что вот инвестиционные ожидания, они достаточно высоки. Потом я бы хотел о другом сказать. Мы должны понимать, какая была болезнь у нашей экономики. Дело в том, что тот курс доллара, который существовал, ну скажем, вот до закрытия всех границ, он был искусственно занижен благодаря, вот, ну скажем, углеводородной составляющей и притоку нефтедолларов. И это приводило к тому, что любой импорт, он был более привлекателен, чем производство внутри страны. И сейчас вот это ограничение, то есть оно фактически снялось. Да, сейчас, скажем, не очень выгодный для производителей, для экспорта курс, но при этом освободились ниши, и наши производители получили новые возможности для развития. Более того, надо сказать, что за последние где-то 20 лет мир сильно изменился. То есть раньше говорили о новых азиатских тигров, сейчас появляется ряд стран, и латиноамериканских в том числе, и ближневосточных, кстати, среди которых относят и Таиланд, которые достаточно серьезно поднялись в социально-экономическом развитии, в индустриальном развитии, и сейчас достаточно напористо ищут свое место в международной системе разделения труда. И вы видите, что и Индонезия, и Мьянма, и ряд других юго-восточных стран, они заинтересованы в том, чтобы занять то место промышленной кооперации, которое освободилось от Российской Федерации. То есть для них это один из немногих шансов выйти на первый уровень и на мировые позиции. Вот позиции Республики Татарстан. Рустам Мениханов, президент Республики, уже давно является руководителем группы в стратегическом взаимодействии с Исламским миром. И у него, мы видим, постоянно идут контакты именно с теми странами, они были до этого, здесь проводился Казан-саммит, была тема с исламскими финансовыми. И сейчас идут регулярные встречи с руководителями стран, именно которые относятся к России или дружественно, или нейтрально, но готовы сотрудничать. Есть ли у Татарстана возможности для того, чтобы, используя вот эти наработанные связи... Ну, конечно, то есть вы уже сами в какой-то части ответили на этот вопрос. То есть вот если смотреть, то есть ту политику, в которой Рустам Магалевич это проводил, действительно, то есть привлечение инвестиций, это была самой главной задачей. И сейчас, вот хочу сказать, вот тот потенциал и то инфраструктурное развитие, самое главное для инвестора, чтобы были подготовлены площадки, и чтобы было либеральное, ну, или понятное, или экономически эффективное законодательство по регулированию инвестиций. Вот эти площадки сформированы, то есть они и в виде особой экономической зоны Алабуга, и... Тассеры? Нет, я все-таки на полис бы сказал, потому что там для высокотехнологичных производств, занятых в микроэлектронике в сфере IT, даны очень хорошие преференции и для фармацевтики. Но и также, вот да, действительно, Тассеры, и существуют очень хорошие промышленные площадки, подготовленные в регионах, в наших муниципальных образованиях и в набережных челнах, которые, по примеру, Кипмастер готовы, то есть достаточно быстро для разворачивания новых производств. Но я еще другое хотел сказать. Вы знаете, вот в чем это преимущество Татарстана? Вот в 90-е годы, то есть надо сказать, что все-таки это мы должны благодарность сказать Митим Шарипчу, потому что никто не верил в сельское хозяйство. Вот когда мы открыли границы, я еще раз говорю, из-за перекосов курс и валют, дешевое питание, некачественное питание, оно хлынуло и начало фактически уничтожать вот агропромышленное производство. И несмотря на, казалось бы, экономическую нецелесообразность поддержки сельского хозяйства, то есть все эти 30 лет системно, серьезно выстраивалась работа по формированию агропромышленного сектора. И это вот сейчас дает свои результаты. То есть мы полностью обеспечены всеми необходимыми продуктами собственного производства, что обеспечивает нам и стабильность, и качество жизни. Почему качество жизни? Потому что питание, оно всегда является не только главной частью нашей потребительской корзины и наших расходов. И поэтому в том случае, если цены на это стабильны, либо можно на них воздействовать, фактически можно обеспечивать долгосрочную стабильную социальную политику. То есть Татартан обеспечил продовольственную безопасность уже для себя и для многих других регионов, потому что это в области молока и ряда других производств, и масло-жировой продукции. То есть это уже фактически национальный производитель. Является ли одним из факторов устойчивости экономики нашей республики нефтегазовый сектор? Вы знаете, нефтегазовый сектор – это и плюс, и проклятие. Понимаете? То есть речь идет о ресурсном проклятии? Да, совершенно верно. Хотя некоторые говорят, я бы очень хотел присоединиться, быть проклятым, понимаете? Да-да-да, участвовать в добыче. Я бы в этом во всем участвовал. Да-да-да. Но вопрос другой. Я объясню, какой. То есть дело в том, что устойчивость обеспечивает диверсификации. А в чем проклятие? Это не в том, что, скажем, незаработанные деньги поступают в экономику, и поэтому это стимулирует где-то нерационально их использование. Нефтяное проклятие состоит в том, что тот, кто больше зарабатывает, тот начинает и влиять на экономическую политику. И, ну, скажем так, стимулирует дальнейшую нерациональную структуру экономики и нерациональное потребление. То есть получается, что и туда идут инвестиции. Совершенно верно. Идут лучшие кадры. А все остальные отрасли экономики подавляются. Совершенно верно. И не только, вот представьте, в 90-е годы это была большая проблема. То есть это, например, работник социальной сферы. То есть был нефтяник и был учитель. И уровень заработной платы отличался в десятки раз. Ну и, соответственно, то есть мотивацию там и обеспечить приток квалифицированных и достойных людей для реализации социальных программ вот из-за такой серьезной дифференциации было практически сложно. Что изменилось? Изменилось в том, что все-таки наряду, вот скажем, с изъятием, то есть изменилось все-таки, появились ножницы Кудрина. И вот большая часть, скажем так, не совсем заработанных денег, оно перераспределяется в фонд национального благосостояния. Но и с другой стороны, то есть и республика, то есть она не случайно сохранила контрольный пакет, то есть она также, ну скажем так, старается, чтобы сверхдоходы, получаемые компаниями, особенно занятыми в нефтедобыче, нефтехимии и нефтепроработки, они также встали в основу инфраструктурных проектов модернизации и социальной сферы, и экономики в том числе. То есть вот, по крайней мере, если вы посмотрите, как формируется бюджет и финансы программы социальной ипотеки, он во многом как раз именно этими компаниями и сформирован. Более того, они активно участвуют и в поддержке сельского хозяйства через регулируемые ценообразования на топливо, особенно это важно, вот в период посевной и уборочной страды. Начиная с 90-х годов, при, опять-таки, при мудром, в общем-то, Ментимир Шарипыче, тогда было введено такое понятие, как социальная ответственность предприятия. И вот бюджеты тогда не отличались, мягко говоря, превышением доходов над расходами. Везде было достаточно тяжелое финансовое состояние, как у республиканского бюджета, я имею в виду в 90-х годах, были определенные моменты. И Татнефть, Таиф и другие крупные компании брали на себя эти обязательства социального характера, строили ледовые площадки, дома, делали специальные социальные программы, участвовали активно в ликвидации ветхого жилья. Все вот эти вещи, они, да, компания не должна делать, но они делали это. Марат Рашидович, продолжится ли эта практика? Ну, хочу сказать, что вот практика показала, что это правильная политика, и оно позволяет не только решить социальные задачи, но и качественным образом преобразовать среду. И вы видите, то есть какие сейчас парки, скверы, и, к сожалению, цена на недвижимость, исходя из этого. И это очень важно, почему? Потому что главный ресурс — это люди. И вот если мы хотим конкурентно и устойчиво, как вы сказали, развиваться, мы должны обеспечить, чтобы не только лучшие татарстанцы остались здесь, реализовали свою мечту, создали свое предприятие или реализовали свой проект, но и чтобы выдающиеся, скажем, выпускники школ или выдающиеся деятели из других регионов страны, а может и мира, чтобы они видели, чтобы Казань, Татарстан им понравился, и они выбрали нашу республику как место, где бы они могли реализовать свои идеи, свои проекты, свои инвестиции. То есть я, по вашим словам, вижу, действительно есть какой-то уход от ресурсной зависимости, от этого нефтяного проклятия, когда средства через разного рода перераспределительные программы, они начинают вкладываться в условия, куда раньше бы капитал по доброй воле не пошел. Да, совершенно верно. То есть жизнь людей улучшается и... И не только, то есть их работники, они становятся удовлетворенными, они получают доступное жилье, хорошую среду для жизни, хорошее образование, хорошее, скажем, здравоохранение. И это обеспечивает и закрепление, и привлечение, условия для привлечения лучших. Мы видим, что в той же республике Татарстан она стала пионером по действительно очень многим вещам, именно связанным как раз с этими основаторскими программами. Ну, парки-скверы сразу же приходят на ум. Еще вот в последнее время республика сделала невероятно большие вложения и построила город в чистом поле, назвали его Иннополис. И сейчас там идет отдача, там большое количество проектов, большое количество уже идут выпускники университета Иннополис по самому высшему разряду, и народ, то есть предвещали скептики, что будет мертвый город, напротив, город наполняется. Вот уйдем ли мы от ресурсной зависимости, если у нас будут такие города, Марат Рашидович? Ресурсный, как объяснить? Вот хочу сказать, что до начала этого года всегда была, вот, скажем, дискуссия, каким будет дальнейшее развитие, появился термин ESG, экологическая повестка, трансуглеродное регулирование и так далее. Но дело в том, что если вы посмотрите макроэкономический тренд, численность населения очень сильно растет. И это дает очень большую нагрузку не только на рынки продовольствия, подстегивая, скажем, цены потенциально, но и большую нагрузку и запрос дает на индустриальный сектор. И поэтому хочу сказать, что без углеводородов и без использования природных ресурсов интенсивное, эффективное и устойчивое развитие в ближайшие 10 лет это обеспечить сложно. Марат Рашидович, но в то же время вы сказали, была такая эпоха, которая ознаменовала собой одна девочка Грета Тунберг, которая призвала к всех зеленой повестке отказываться от углеводородов. И началось это, где углеводород... Да, то есть это хочу сказать, что для меня, как экономиста, что такое трансуглеродное регулирование? Это просто развитые страны, не обладающие углеводородами, они захотели активно поучаствовать в перераспределении сверхдоходов. Вот в чем мы. То есть если взять и посмотреть реальную экономическую сущность этого... И они пытались навязать эту повестку. Совершенно верно. Совершенно верно. Это привело к значительному сокращению инвестиций в добычу, в разведку, в геологические работы, ну, у отраслей, которые связаны с нефтегазовым сектором. И в результате была такая расслабленность, что вот я вот, допустим, когда был в зарубежных странах, эти ветряки видел. Ну, потом ведь в зарубежной стране рознь. Понимаете, да, если ты находишься ближе к экватору, если там солнца много и так далее, действительно, то есть, хочу сказать, или там приливная энергетика, либо ветряная энергетика, либо солнечная, они могут обеспечить эту экономическую эффективность. А что делать, если ты в Канаде, в Финляндии или в Татарстане, понимаете, вот сегодня мы смотрели достаточно пасмурно, понимаете, как в этом случае. То есть здесь без соответствующего резервирования. Я еще раз говорю, я не апологет это. Действительно, мы должны как можно больше вовлекать в хозяйственный оборот и возобновляемые источники. Но, с другой стороны, нельзя и не использовать те возможности, которые дают ресурсное развитие, поскольку оно действительно обеспечивает и эффективность, и устойчивость в долгосрочной перспективе. Ну и потом, вот, к сожалению, из-за некоторых климатических особенностей, когда летом очень жарко, нужно кондиционировать, а зимой очень холодно, вся электротехника и батареи очень быстро разряжаются, пока, хочу сказать это, тоже в обозримом будущем трудно предложить какое-то эффективное решение. То есть, получается, никуда мы не уйдем от татарстанской нефти, от татарстанских нефтепродуктов. Да. Но желающих это поучаствовать в севердоходах, то есть, я еще раз говорю, то есть, если мы говорим, вот, возьмем тот тезис, что численность населения будет расти, что стоимость продовольствия будет расти, потребность в энергии будет расти. Это и с точки зрения населения, и с точки зрения... ...бравого смысла. ...не только обеспечения их, как это, жизнедеятельности и обеспечения продуктами питания. Вот и все. И действительно, те страны, которые, скажем, ресурсно ограничены, то есть, они... Но при этом они обладают какими-то новыми технологиями и так далее, они всегда будут стараться, вот, ну, скажем, перераспределить или выстроить политику так, как это им удобно. То есть, это логично, то есть, это задача любого государства и руководителя государства. Уважаемые телезрители, Марат Рашидович совершенно верно расставляет акценты и говорит о том, что технология, технология рознь, надо всегда исходить из того, как она работает в данном месте и в данное время. И пока именно нефтегазовый сектор республики, который имеет достаточно высокий вес в балловом региональном продукте республики, то есть, у нас отличается в два раза выше доля этого сектора, чем в среднем по России, благодаря вот устойчивости нефтегазового сектора и экономике самолета. И рациональной добычи, потому что ведь надо посмотреть, то есть, несмотря на хорошую конъюнктуру, мы не увеличиваем резко добычу. То есть, мы стараемся именно сделать так, чтобы работать в долгую, чтобы не только нынешнее поколение, а чтобы и будущее поколение имели возможность... Жить плодами. Совершенно верно. В тепле, в уюте и обеспеченными продуктами. То есть, вот здесь именно как раз один из ответов, почему экономика республики оказалась столь устойчивой к шокам, которые вот сейчас идут в последнее время. Потому что, как ни крути, но, а, сельское хозяйство нужно, нужно, продовольствие и безопасность в республике обеспечены, нефть, продукты ее переработки, они в большинстве своем сейчас идут на внутренний рынок и востребованы. Более того, если раньше республика просто торговала нефтью и не было, по сути, ну, не было масштабной переработки, то последние, там, несколько лет сделаны громадные инвестиции в эту сферу, и наша нефтепереработка сейчас практически две трети добытой нефти сейчас перерабатывается на территории республики. И это дает устойчивость от любых катаклизмов, связанных с внешним рынком, с внешним какими-то, с внешним давлением и даже с санкциями. Поэтому, наверное, можно утверждать, что даже если произойдет что-то страшное, что там будет эмбарго, как нам обещают западные политики, лидеры с 1 декабря, у нас и не будет достигнуто никаких, не достигнуто, а у нас не будет получено никаких негативных результатов. Ну, конечно, то есть это, не хотелось бы это смотреть, то есть это, но дело в том, что любое искусственное регулирование рынка, оно в любом случае приведет это к деформациям. И сам регулятор, вот и практика показывает, пострадает в этом случае больше всего. То есть можно сколько угодно пытаться обмануть рынок административными ценами, давлениями, но он все равно вернет тех, кто... Да, либо найдет более эффективное решение, более быстрый путь заполнения этого вакуума. Марат Рашевич, можно ли ваши слова расценивать как то, что экономика республики, она будет стабильна в ближайшее время и катаклизма серьезная? Совершенно верно. То есть я готов это утверждать, что по сравнению с другими территориями, наша, она более сбалансированная и более устойчива. Совершенно верно. Вот мы говорим о директификации, и так вот получилось, не знаю, в воле и случаях, что в Татарстане не было чрезмерно развитого легкового... производства легковых автомобилей. Нет, а зачем? Мы пытались несколько раз. Просто и сейчас же оно зачем есть? и на площадке Форт Солерс это и собирались и, помните, и Албея, и еще это... Начали даже Шеврале, и так далее. Но серьезных масштабов не было. Таких, как в Калужской области, которые сейчас там полный апокалипсис, потому что, во-первых, ушли иностранные производители, во-вторых, резко рухнули объемы продаж. Да, вот есть очень интересный момент, я тоже, когда готовился, об этом хотел сказать. Вы знаете, у нас был ненормальный низкий уровень безработицы. И вот действительно, когда ушли, ну и было очень большое количество вакансий, поэтому это тоже сыграло некоторую позитивную роль. Почему? Действительно, ряд производителей ушел, но при этом спрос на квалифицированную рабочую силу, он остался. Понимаете? И остается. Поэтому, вот, скажем так, резкого большого высвобождения, несмотря вот на то, что ряд предприятий они или прекратили, либо перепрофилировались, не произошло. Тем более, уважаемые телезрители, в отношении Ford Solaris можно привести положительную информацию. Они договорились с китайцами и анонсировали выпуск, продолжение работы, выпуск на основе китайских, конечно, сборных, сборных комплектующих, но работа будет возобновлена. Более того, например, то, что Республика Татарстан обладала производством грузовых автомобилей КАМАЗ, так КАМАЗ он даже не останавливался, в отличие практически от всех автостроительных автопроизводителей в стране. КАМАЗ не останавливался, сейчас работает на полный цикл, продукция востребована, уходит. И вообще Татарстан как-то... Не только авиаторы, вообще сейчас это они оптимистично смотрят в будущее, хотя, например, до спецоперации у них были очень практически крупные производители, такие как Boeing, Airbus, они полностью их подавили, и вернее, выдавили и где-то административно, где-то коррупционно с основных это рынок. А сейчас заявляют о больших объемах заказах на производство самолетов в республике, с чем было всегда плохо, как все эти года, это же Казанский авиационный завод, это была головная боль, а сейчас уже там развитие, вектор, Казанский вертолетный завод, тоже сейчас оборонка цветет, в три смены работают, то есть там сейчас идет большой объем производства, ну понятно из-за чего это все сложилось, жилье, вот еще крупные инфраструктурные проекты, вот строится М12 трасса, строительство республики не падает, наоборот востребованы, то есть на стройках идут объемы, жилищное строительство не останавливается, промышленное строительство не останавливается, это инфраструктурно, вот это М12, который по территории республики проходит, там тоже очень большие объемы, все востребовано, то есть куда ни посмотри, в республике Татарта, там нет слабых секторов, диверсификация экономики все-таки дает свои плоды. Да, и не только, все-таки хорошее природно-географическое положение, то есть на пересечении всех ключевых транспортных магистралей, поэтому вот упор на логистику, то есть наши расчеты показывают, что М12, то есть оно даст очень серьезный импульс, и вот если он будет все-таки достроен, тот главный коридор, это Западный Китай, Восточная Европа, это тоже будет совершенно новый уровень экономического развития для нашей территории. Марат Рашидович, вот я вас слушаю и наполняю с уверенностью, на самом деле у меня были какие-то скептицизм был, потому что когда слушаешь с утра до вечера с телеэкранов, что вот все будет плохо, ну там обязательно рухнут тартарары, там не только Зубаревич, там и другие тоже, и вот Татарстан тоже, ну а что там, там сейчас вот нефть перекроют, они там... Самый главный ресурс это люди, понимаете, то есть это... И другое я хотел сказать, вы поймите, что экономика она всегда ждет ожиданиями, и поэтому наличие позитивных ожиданий, оно крайне важно. Я поэтому уже говорил, то есть мы оцениваем покупки вот тех бизнесов, которые уходят, и цены, и они показывают, что сама экономика, она очень высоко оценивает потенциал и возможности тех производств, которые создали, которые за это время сейчас вот накопились в нашем государстве. Вообще экономика она состоит из людей, и основное креугольное вообще понятие экономического нового, как бы говорят новая теория экономического роста, она вся базируется на том, что экономика это прежде всего институты и человеческий капитал. Но поскольку институты, они устанавливаются федеральными органами власти, а человеческий капитал куется здесь, в Казанске, да, и я хотел бы еще добавить очень необычная наша культура, понимаете, то есть вот это третий фактор, то есть национальная, национальная, имеется в виду не татарская, а имеется в виду общероссийская, деловая и организационная культура, вот эти три столпа, люди, институты и культура, это и есть вот это особенности нашего развития. Действительно у нас были ошибки, мы пытались это все построить, ну скажем, по западным клише, но вот хочу сказать культурный, наш особый культурный код, он показал, что мы должны все-таки искать это свое и выстраивать свою модель социально-экономического развития, что она достаточно эффективна и устойчива. вот в особенности культурного кода всегда какая-то была донат доносила смысл, что вот российский народ он малопроизводителен, мы по производителям ленивые, по производителям труда мы в разы отстаем от... Но это ведь все зависит как считать, понимаете, то есть это и курс это то, что как вам сказать, оно экзогенно по своей природе. Поэтому говоря о человеческом капитале, вот вопросы сейчас у людей возникают именно в отношении действительно будущего люди переживают и надо ли при таком положении вещей вкладываться в образование в частности, например... Вот хочу отличный вопрос это есть такая формула, вы знаете, то есть вот инвестиция это самый главный инструмент развития, это аксиома. Вы знаете, когда существуют это самые неопределенные времена, самыми эффективными вложениями остаются вложениями в семья, имеется в виду в себя самого. То есть в человечек капитал. Совершенно верно, совершенно верно. А лучшая способность поднять капитализацию человеческих ресурсов, человеческого капитала, это образование. То есть вот, родители уважаемые, не вкладывайтесь в автомобили, потому что автомобили сейчас либо дорогие, либо их нет. Не вкладывайтесь в недвижимость, потому что она тоже сейчас перегрета, особенно в Казани. Но вкладывайтесь в будущее своих детей, вкладывайтесь в образование. Как это не... Как это может быть не парадоксально звучит, но и правильно Марат Рашидович говорит о том, что тяжелые, неспокойные времена надо вкладываться в себя. Саморазвитие, совершенно верно. А когда все цветет и пахнет, но почему нет, почему не купить автомобиль, квартиру? Ну, все, что хотелось. И еще такой вопрос по экономике республики. Я, Марат Рашидович, я знаю, что вы достаточно долго проработали министром экономики, и вы были, когда там достаточно были совершенно грандиозные изменения в структуре экономики происходили, то есть был выход из тяжелых нулевых, ну, из начала нулевых, был переход вот ту какую-то вот последнее время это было просто такое, как бы Татарстан как-то неожиданно стал цветущим таким каким-то, ведь раньше же были трудности с этим. И вот ваш прогноз, куда пойдет экономика республики? Нет, это очень трудно и очень это сложный момент в области, вот, не только долгосрочного, среднесрочного планирования. Но вот хочу сказать, что тот, вектор, который сейчас есть, он правильный. И потом я хотел два слова сказать, что сейчас республика, вот, Ревкат Нургалич Мениханов, то есть сейчас активно занимается научно-технологическим развитием. И вот, то есть инфраструктура, как вы видите, она двигается в область новой экономики. И сейчас, вот, например, новация этого года, это большое внимание уделяется вузов, университетам нашего региона, их участию в федеральных программах и реализации крупных федеральных проектов на базе татарстанских вузов. И вот это очень большую поддержку получили вузы при конкурсе передовых инженерных школ. Я очень рассчитываю, что это позволит совершенно новым образом переформатировать, ну, скажем, обучение творцов, созидателей. Понимаете, и вот то величие, которое было у нас и нашей инженерной школы, то есть мы сможем новых грандиозных авиастроителей, автомобилестроителей, уже, которые занимаются искусственным интеллектом, беспилотным транспортом, водородным, энергетикой и прочими новыми технологиями вырастить. Второй момент, вот, то, что сейчас не только городская среда, в три, уже в Альметьевске он практически сформирован, то есть будут три мощных, новых градообразующих университетских кампуса построены. Это тоже даст, ну, как практика показывает, очень серьезный импульс развития городской среды и социально-экономическому развитию через вот привлечение новых, талантливых и созидательных людей. То есть у нас человеческий капитал будет еще мощнее, что даст базу для того, чтобы экономика республики развивалась в новых направлениях, покоряла новые отрасли, завоевывала. Да, и совершенно верно, чтобы они принесли и свою культуру, и свои идеи, свои финансы, и свои проекты. Совершенно верно. Вот такой глубодневный вопрос скажите, Марат Рашидович, вот идет сейчас можно сказать плач Ярославны по взаимодействию по международному взаимодействию в научной сфере. Закрыты многие границы, перекрыты многие пути, если раньше это общение в том же самом научных кругах было интенсивно, человек мог поехать, пообщаться, к нему могли приехать, что сейчас началась политика железного занавеса, к сожалению, не нами развернутая, наоборот, не нами развернутая, и вот как это все скажется вообще? Хочу сказать, действительно, к сожалению, вот этот процесс стал очень политизированным, и даже те товарищи, которые, с которыми мы хорошо взаимодействовали, то есть они вынуждены официально, по крайней мере, приостановить. Дистанцироваться, да. Не дистанцировать, приостановить, но по понятным причинам, поскольку это зависит и их жизнь, и жизнь их семьи, и финансирование, и так далее, но вопрос в другом, то есть вот вы знаете, наука, она не имеет границ, и если раньше, ну, технологически было это сложно, то сейчас открытое пространство, понимаете, то есть и на смену, скажем, вот этих ограничений появляются новые перспективные научные коллективы в дружественных или, скажем, тех стран, с которыми у нас выстраиваются новые экономические отношения. И если вы посмотрите, например, я другое хочу сказать, что где-то лет 20 назад в топе ведущих мировых университетов там Великобритания, Европа и Соединенные Штаты были абсолютными доминантами, то сейчас среди лидирующих университетов очень много стран университетов в топ-100 входит достаточно большое количество, как вы не удивитесь, турецких университетов, причем рейтинг у которых выше, чем у Московского государственного университета. Университеты ЮАР, университеты Бразилии, но я не говорю о китайских университетах, которые были родоначальниками лицензирования, то есть рейтингования вузов, этот вот так небезызвестный шанхайский хочу сказать, что ряд привычных схем он закрылся, но при этом появились совершенно новые возможности и для публикации, и для проведения исследований, и для проведения работы. И вот приведу пример, то есть за все это время, то есть как нас не критиковали, очень серьезно было вложено в модернизацию материально-технической базы и оборудование. И вот то оборудование, которое сейчас есть, оно еще на протяжении трех-четырех лет позволит нам проводить прорывные конкурентоспособные исследования вот в тех приоритетах, которые мы выбрали для себя. И за это время я надеюсь, что мы сформируем новые коллаборации, новые научные коллективы и новые принципы, новые схемы взаимодействия. А вот отвечая на ваш вопрос, то есть у меня сейчас вот мой рабочий график, то есть у меня больше 60% времени уходит на видеоконференции, где вот мы обсуждаем, смотрим, разрабатываем новые проекты, новые направления, взаимодействия. И сам принцип уже научной коллаборации будет меняться. Да, там, где нужны мегаустановки, там это сложновато. Но еще раз хочу сказать, что здесь очень все страны понимают важность научно-технологического развития, и поэтому стремятся войти в круг стран-лидеров научно-технологического развития. И вот хочу сказать, это те, с кем мы сейчас пытаемся выстраивать новые схемы. То есть не получится такой автарки, которая была при СССР, когда здесь варились в собственном соку большинстве своем ученые, и контакты тогда были делом очень тяжелым, и многое засекречивалось, многое пряталось. И мир изменился. Вы посмотрите, в условиях автарки жил это, и в условиях санкционного давления жил Иран. 40 лет. Но при этом, если вы посмотрите уровень развития науки, и более того, ряда ключевых секторов, у них это сейчас... Классический пример, беспилотники, например, Иран. То есть они ушли далеко вперед, даже по сравнению с нами, хотя вроде бы были закрыты, от всего мира заморожены на 40 лет. И я вот сам недавно просто посмотрел на Ютубе, посмотрел одно видео, как там Иран все эти 40 лет жил, и наши корреспонденты показали, ну, ничего страшного. Люди, народ не голодает, народ не режет друг друга, криминала нет, преступность на очень низком уровне. Развитие, да, брендов нету, но бренды местные. И не менее качественные. Не менее качественные. И, в общем-то, люди не похожи на озлобленных. Да, есть какие-то проблемы, всплески инфляции у них, но они бывают и в развитых, и в любой, в любой стране могут прийти. 40 лет они под этим прожили, не опустились до уровня такого аула, кишлак, аул, примитивное производство, а наоборот, выросла целая плеяда ученых, выросли высокотехнологичные отрасли продукции, которые производят высокотехнологичную продукцию. А уж Россия-то с накопленным... Бог велел. Сам Бог велел с накопленным потенциалом, с накопленными, с богатствами, с... Главное обеспечить их рациональное использование и все-таки ту вот деловую инициативу, которая есть у наших граждан, самое главное направить в созидательное русло. То есть вы говорите экономика это действительно ожидание, есть даже в экономике... И не только оно, вы поймите, вот нам Запад навязывает экономику потребления. Понимаете, там новая версия айфона, если у тебя не новый айфон, значит все ты неудачник, если у тебя там не Прадо, не Гуччи, там это, значит ты тоже не все у тебя хорошо. Понимаете, хотя это не есть главная ценность. Понимаете, а вот если посмотреть по качеству продуктов, по качеству жизни, то есть мы вполне с ними достойно существуем. То есть у них они очень сильны в маркетинге, они очень хорошо в пропаганде. Понимаете, то есть я вот занимаюсь же в сфере образования и в 2011 году я выиграл грант фонда Корнеги государственный департамент Соединенных Штатов на предмет перспектив сотрудничества государственных вузов Соединенных Штатов и Российской Федерации. И очень много вузов мы проехали, проаудировали американских. Я хочу вот со всей ответственностью это заявить, и мой отчет он есть на сайте Госдепа, что потенциал ведущих государственных вузов Российской Федерации, он много сильнее, чем американских. В чем их преимущество? Вот создав такую квази-американскую мечту, они собирают лучшие кадры со всего мира и они двигают, а вот их, скажем, сфера начального образования и высшего образования, оно не генерит такое количество талантливых людей, как экономики многих других стран и в качестве нашей, и поэтому они заинтересованы вот в поддержании своего образа жизни, своего... Я еще раз говорю, если бы он был хороший, понимаете, это миф в том, что он это хороший. Они очень умело создают мифы, понимаете, вот в чем их это. То есть, возможно, это сладкая американская жизнь, в которой нас кормили еще во времена глухого совка, уж извините, я про СССР так говорю, они это очень усиленно вдалбливали, и в конце концов эта пропаганда смогла развалить великую страну, коей был СССР, но вкупе еще были другие причины, конечно, но это тоже одна из причин навязывания своего образа жизни, навязывания своего представления об университетах. И я вот убежден, что и наша культура, и наше стремление к социальной справедливости и так далее, то есть, это одна из наиболее жизнеспособных моделей вот в эту эпоху. То есть, у нас экономика, культура, она будет, она не умрет, она будет немножко другая, она будет больше зациклена на том, что происходит внутри страны, то есть, она будет действительно, где-то те вещи, которые раньше выпали, вот простой пример, вот это импортозамещение началось, это даже во благо, то есть, это когда у нас практически уже все делали. Это вот я вам приведу, знаете, мне этого всегда убивало, вы знаете, то, что у нас яблоки везут с Франции, с Польши, чеснок, а при этом у нас есть от Абаева сады, то есть, там неплохие яблоки, они там на деревьях, они все портятся, лежат. Ну, как это возможно? Вот как должен быть, ну, неправильно построен курс, чтобы вот этот, даже те яблоки, которые ни во что не вкладываешь, что их довести до магазина дороже, чем то, чтобы затридевать земель это с хорошей маржинальностью здесь. Даже какие-то, вот меня всегда пугало, что килограмм бананов, стоил меньше, чем килограмм картошки нашей родной, вот, которая здесь выращена, то есть, хотя бананы везут из Эквадора, из Эквадора, ведут пароходами, потом перегружают, потом это же надо, чтобы все содрело, попало на прилавок, тем не менее, дешевле, чем... И вот эти все перекосы, это же явно ненормальные процессы в экономике. И чеснок из Китая везут, который здесь в любом огороде растет, и не менее, вкусный, не менее качественный, вот, и, наверное, наверное, мы должны избавиться от всего этого, и сама историческая ситуация нас сейчас подталкивает к именно этим процессам. Ну, я еще раз хочу сказать, это наш новый исторический шанс стать глобальным игроком на мировом рынке. и ликвидировать те диспропорции, которые были внутри экономики. И потом надо понимать, то есть, из призма глобальных трендов, то есть, есть только одна территория, где существует большой потенциал для роста сельхозпроизводства и продуктов питания, это Российская Федерация. Все остальные земельные угодины, пригодные для сельского хозяйства, они уже используются на максимальной производительности. Мы, например, Марат Рашидович, видим ужасную совершенно засуху в Европе, которая уже с циклической регулярностью повторяется из года в год и становится все хуже и хуже. Здесь уже в России погода потихонечку начинает тоже меняться, но мы начинаем уходить от лютых холодов. Это я еще не надо расслабляться. То есть, вот, все-таки наши ученые, они говорят, во-первых, вот, то, что потепление, это там вызвано бурной жизнедеятельностью, это неподтвержденный фактор, потому что, вы же помните, в эпоху динозавров и так далее, то есть, там, почему они вырастали до таких размеров, потому что было очень теплое, очень был благоприятный климат, хочу сказать, зелень, значит, и питание вот для всей цепочки, оно было очень, скажем, очень обильным, то есть, и там же не было человека, не было такого атропогенного воздействия, а температуры были большие. Точно так же вот похолодание, то есть, когда был это малый, большой ледниковый это период, мы имеем дело с какими-то крупными циклическими изменениями, но пока прогнозы говорят о том, что Россия выиграет и Россия станет одним из благоприятных мест для проживания именно с точки точки зрения климатических условий. И многие даже начинают говорить о том, что это Россия, земля обетованного будущего. Будет? Дай бог, дай бог. Ну, я искренне в это верю, что это, и мне это, я считаю, что у нас, вот я во многих странах был, это многие предприятия, организации, университеты посетил, и я считаю, что вот нам нечего там бичевать, себя недооценивать, мы вполне конкурентоспособны и живем намного лучше, чем вот многие граждане в среднем это в развитых странах. Уважаемые телезрители, кажется, что мы смогли донести в нашей беседе, у нас больше пропаганда получилась, да, она немножко получилась слегка пропагандистской, но таковы факты и таковы реалии. Республика Татар-Тан на самом деле сейчас пока испытывает, и это не то, что пока, но и в дальнейшем будет испытывать устойчивость к воздействию шоков, которые обрушились на нее в последнее время, и да, есть продовольственная безопасность, да, есть топливная безопасность, то есть у нас есть ресурсы, энергоресурсы, базисные ресурсы для выживания, в отношении технологии, вопрос сложный, но они будут не поневольно, то есть будет поневольно включаться процессы импортозамещения, это ускорит, опять-таки, это ускорит, даст ускорение развитию человеческого капитала, люди будут вкладывать в образование, чтобы могли участвовать в этих импортозамещающих процессах, и у нас все будет хорошо. А вот на этой оптимистичной ноте я хочу высказать огромное спасибо нашему уважаемому собеседнику Марату Рашидовичу Фиулину, профессору, доктору экономических наук, бывшему министру экономики республики Татарстан, а ныне занимающего пост проректора по стратегическому и экономическому развитию Казанского федерального университета. Большое вам спасибо Марату Рашидович за столь увлекательную беседу. Ну а с вами был журналист Казанского федерального университета Альберт Бигбов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова